Здание описывается на страницах военной мира. Сюда, в это здание, был доставлен фельдгелью в приказскую грузу, воздающую Москву. Именно в это здание был привезен сматеренно раненый бородинское сражение генерал Бакратион. В этом здании располагалась ставка генерала Растопчина во время осады Москвы-французами. В общем, здание с некоторой историей. Последние годы, а точнее последние 8 лет, здание находится в удручающем состоянии. В общем, это просто горе. Собственником здания является фирма, частная фирма ООО «Карс», которая должна была по оформленному и по действующему в настоящий момент охранному обязательству закончить полный комплекс ремонт-реставрационных работ в 2007 году. Однако, как вы видите, в настоящий момент она к этим работам даже не поступала. Храню почти в старой классе, собственно, все кирпичи клейменные, только они лежат так, что клейму не видно, оно на торце. Вот тут оно, видимо, положили так, что осталось. Это одна из первых построек архитектора Сергея Константиновича Родионова. Такой вот достаточно забавный, такой странный московский зодчий, который стал известным благодаря даже больше не своей архитектуре, а своим родственным связям. Родионов был женат на Книжне-Шаховской, которая приходилась там родственнице московскому губернскому предводителю дворянства, князю Петру Николаевичу Трубецкому. Это, собственно, обеспечило Родионову популярность. Кирпич родной, там вот эта выразительность, она очень красиво выглядит издали, но она играет не за счет того, что это кирпич, она играет за счет того, что это краска, там все это покрашено. Просто по кирпичу прошлись краской, так освежили, да, вроде бы хорошо, такая получилась театральная декорация издали, смотрится красиво, вблизи, ну, не очень. Ну и понятное дело, что, в общем, тут они задействовали при реконструкции вот чердак, да, видны вот эти вот окна мансардные, тоже как-то нет уверенности, что им это все как бы было разрешено, да, что это их не их такая местная самодеятельность. После революции этот квартальчик был заселен, да, и дом до сих пор вот продолжает оставаться живым. Все, все, весь дом он взял, а я делаю его, выселю у вас еще, и вот 19 лет здесь выселяю. Сколько лет живете здесь? 10 всю жизнь, 75 лет. Сюда только так вот заходим и все. Жить-то нельзя, там все, грибок. Пожалуйста, покажите сейчас договор вам. У нас же могут быть основания сомневаться. У вас есть основания сомневаться, что революционный заговор. Внутри основания, да. Памятник федерального значения, подчеркиваю, да, что он находится в городской собственности и на балансе у ЗАГСа, у управления ЗАГСа в городе Москве. Московым наследием разработаны, всячески, реставрационные задания. Казалось бы, какие вообще тут могут быть теперь уже подводные камни, какие могут быть бури в связи с этим. Значит, просто нужно взять это и сделать. Значит, нет, дом пустует. И хотелось бы, конечно, чтобы скорее уже наконец до него дошли руки, потому что мы готовы сделать все для того, чтобы сохранить. Нужно делать так, чтобы у нас рассказ о городе был не в стиле советского московедения. А как-то было очень актуально и свежо подано. Вот это очень большая, мне кажется, была победа.